Дональд Трамп в эти минуты встречается с Ангелой Меркель. Они проводят переговоры впервые после смены власти в Белом доме. Вопросов масса. Главный для Киева, в каком ключе будут обсуждать ситуацию в Украине. За визитом в американской столице следит мой коллега Дмитрий Анопченко. Лучше говорить друг с другом, чем друг о друге, пошутила Ангела Меркель перед этой поездкой. И действительно, друг о друге они так много уже наговорили. Канцлер критиковала кандидата Трампа и не очень-то и верила, что все обернется его победой. Ангела, что с тобой не так? Что случилось? Эмоционально вопрошал уже Дональд Трамп во время одного из предвыборных выступлений, раскритиковав Меркель в пух и прах за миграционную политику. Теперь он явно задаст тот же вопрос, только уже другим тоном. Эта встреча как уравнение со многими неизвестными. И к тому же прекрасный повод для конспирологии. До ее начала я поговорил с журналистами из так называемого президентского пула, людьми, которые освещают этот визит для крупнейших американских каналов. Так вот, коллеги мне сказали, что, пожалуй, впервые пишут о событии, о котором практически ничего не знают. Только потому, что накануне газеты много писали, но дали одну информацию. Сегодня утром они перебросились несколькими словами с людьми из окружения Трампа и Меркель. И им сказали абсолютно другое. Ну и сами Дональд и Ангела, встретившись за закрытыми дверями, вполне способны плюнуть на инструкции и месседжи, которые писали им команды, и разговориться и договориться абсолютно о другом. И это не преувеличение. Пресс-службы, что в Вашингтоне, что в Берлине, сформулировали три основные темы этого разговора. Будущее НАТО, глобальные мировые вызовы и ситуация в Украине. Именно в таком порядке. Но накануне поздно вечером, когда немецкая делегация прилетела, стало понятно, канцлер не зря взяла с собой первых лиц немецкого бизнеса. Германия настроена очень серьезно говорить о торговле. Отрицательный баланс ежегодно достигает 65 миллиардов долларов. Товары текут из Германии в Штаты. Америка стала для Берлина самым главным рынком. Но Вашингтон теперь угрожает немецкому бизнесу штрафами. И в принципе настроен на двусторонние отношения, а не на контракты в рамках ЕС. Но помимо тех тем, которые заявили, и тех тем, которые не очень-то и хотели светить, есть еще один очень важный момент. Это личное общение. И вот те люди, которые готовили этот визит, здесь в Вашингтоне признаются, что после того, что Меркель и Трамп друг о друге наговорили, им очень важно наладить отношения. И это для них важный момент. Скорее даже приоритет. Очень показательно об этом пишет газета «Политика». Популярная в Вашингтоне газета, которую и сенаторы читают. И вот на передовице появилась статья, начинающаяся словами «Забудьте о всех разговорах о противостоянии в Белом доме». Меркель едет вовсе не для того, чтобы спорить с Дональдом Трампом, а только лишь для того, чтобы наладить с ним отношения. Журналисты, пообщавшись с дипломатами в обеих столицах, узнали, что в последний момент решили отказаться от обсуждения главных вопросов, по которым Меркель и Трамп расходятся. Той же стены на границе с Мексикой или иммиграционной политики. И все для того, чтобы гарантированно договориться по тем вопросам, где разногласий нет. А еще в Госдепартаменте намекнули, Трамп попросит у Меркель совета, как разговаривать с Путиным, как выстраивать общение. Будут обсуждать и Украину, причем не только с подачи Меркель, но и по просьбе самого Дональда Трампа. Ну а чего больше все-таки было на этой вашингтонской встрече, личного общения, личных моментов или серьезного делового разговора, мы узнаем просто прямо сейчас, только потому, что пообщавшись с ТТТ, затем пообщавшись в широком составе с участием членов делегаций, Меркель и Трамп все-таки вышли к прессе с коротким, но достаточно емким заявлением, из которого очень многое становится понятно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Сейчас мы узнаем, с чем Меркель и Трамп вышли к прессе, но прежде отмечу, что очень интересными заявлениями, буквально за несколько часов до встречи Трампа и Меркель, разразились россияне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не планирует присоединять так называемые ДНР и ЛНР. Отвечая на вопрос журналистов о возможности интеграции территории подконтрольной боевикам на Донбассе, в состав России Песков отметил, что подобные сценарии у Кремля не прописаны, но в то же время подчеркнул представитель Путина, что Россия беспокоена трагическими событиями в Украине непосредственно вблизи своих границ.